Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Доброе утро Здравствуйте, уважаемые слушатели Начинается программа «Добро пожаловаться» Олег Виков в студии Ну и, естественно, в студии Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, доброе утро Доброе утро И также с нами вот два человека Которые были председателями правления Ригас Намупар Волдникс Самый первый председатель правления Эрвин Страупе Здравствуйте Доброе утро И самый последний выбранный на конкурсе Айварс Гонтарев Здравствуйте Добрый день И мы готовы принимать ваши звонки 67212-939-67213-939 Было, я помню, очень много звонков И мы, к сожалению, были вынуждены прекратить их принимать в прошлый понедельник Пока, к сожалению, мы не можем принимать ваши смс-сообщения Так что задавайте вопросы скорее по телефону по прямой линии Может быть, это и быстрее будет, чем вы будете писать свой вопрос Ну и, в общем-то, мы готовы ответить на любые вопросы, которые касаются коммунального хозяйства Прокомментировать, тем более, что сегодня у нас вот здесь в студии просто три специалиста Которые занимаются этим совершенно профессионально Практически, ну, наверное, большую часть своей жизни Мы в прошлый раз, вот я уже не помню, на чем мы остановились На какие вопросы мы не успели ответить Я помню, что был вопрос, один из вопросов, который так остался без ответа Есть ли коммуникация, почему вот коммуникация на русском языке Ну, невозможно написать заявление, там, есть ли возможность каким-то образом обратиться, там, если человек пожилой Для него это... Ну, я попробую ответить Во-первых, коммуникация на русском языке в устном формате, наверное, возможно И, наверное, должна присутствовать Писанная коммуникация на русском языке нежелательна, потому что Если вы обращаетесь к вопросам юридического содержания То дальше прохождение этого документа на, ну, юридическом уровне невозможно Значит, его нужно перевести, его нужно соответствующим образом оформить Тогда он только будет иметь юридическую силу И, к сожалению, в условиях, когда один государственный язык и остальные языки не имеют хождения официального в государстве В данном случае никого другого варианта быть не может Я хочу напомнить, что и судопроизводство, и большинство конфликтных комиссий, которые разбирают дела Они рассматривают документы только на госязыке Эту давность надо принять и успокоиться Я бы сказал так В мое время я рассматривал этот тоже вопрос углубленно, поскольку мне тоже, как, ну, пришедшему с частного бизнеса, с частного дома управления Было непонятно, но я обычно общаюсь на том языке, на котором общается клиент Если русский, тогда русский Если на латышском, тогда латышском Если английский, тогда английский Больше языков я лично не знаю Вот эти знаю, на тех я общался И у нас даже было какое-то предупреждение, я помню, с Володой, с инспекцией О том, что, ребята, ну-ну-ну, никакого русского, да, там, все на государственном и только если При каких-то выполнениях очень сложных манипуляций можно было общаться на русском Ну, что я сделал, я сделал этот свой канал Гонт прямой на электронной почте Гонтареса.рмпарводнекс.лв Я отвечал на том языке, старался на том языке, на котором общается со мной клиент Если я, скажем так, быстро, ну, в аварийных ситуациях Когда это был шквал, там, 100-150 заявок в день Тогда, ну, мне по-русски просто должен писать Тогда я бывал, что отвечал по-быстрому и по-латырски, что Ну, проблема новая, аж ты все, да, там А так я старался отвечать на том языке, на котором ко мне обещался клиент Даже, вот, помню, один клиент был на Дертруде, он со мной общался по-английски, да Там я с ним по-английски отвечал Ну, это тоже, наверное, как-то нужно пересмотреть Потому что есть какие-то, скажем так, простые бытовые вопросы И не надо, наверное, так скрупулезно тоже смотреть на какие-то вещи по закону Что в нашем государстве вся коммуникация должна быть столько на государственном языке Ну, есть юридический документ, да, я согласен Это дело производства Это дело производства уже, там каждая запятая имеет смысл и так далее Ну, есть простые бытовые вопросы, которые, ну, на том, я считаю, что нужно отвечать на том языке На котором клиент по возможности отвечает Потому что все же, если мы смотрим с такой большой точки зрения Это и компания, это компания, которая обслуживает кого? Клиентов, не сами себя, а клиентов Да, если клиент общается на некоторых языках других, да Ну, тогда нужно ему эту услугу представлять Но, может быть, для того, чтобы успокоить людей Если документ будет написан на государственном языке Ну, человек, ну, скажем, ну, с ошибками, там, человек не очень уверен Это не страшно Это не создает проблему для того, чтобы... Никто грамматику таким образом не проверяет Лишь бы ошибки не исказили суд Смысл Смысл А насчет госязыка, ну, вот я могу привести последний пример У меня было в одном из домов подозрение на легионеллу И Государственная инспекция охраны здоровья Прислала мне рекомендуемый материал для распространения среди собственников Мало того, что это научный текст, так он еще только исключительно на латышском языке Ну, как хочешь, так и понимаю Кого ты будешь информировать этим документом? Я не знаю Которые сложные, сложные сам по себе Я не плохо знаю латышский, то мне его трудно понять А тут, ну, ребят, значит, прелегионалы будут болеть избранные У нас звонок Здравствуйте, доброе утро Добрый день Да, добрый день, пожалуйста Я звоню с Алгаржу 21-9 У меня однокомнатная квартира И выходит во двор Там стоят машины Ну, автомашины Сделайте только радиоприемничек потише У вас эхо идет в эфир Что, пожалуйста? Сделайте радио потише Потому что эхо трудно вас понимать будет Из-за эфира Хорошо В общем, я не знаю, к кому обратиться У меня выходят во двор окна И я просыпаюсь под стук вывоза мусора Помимо того, что еще стоят жильцов Эти машины под окном Мы еще терпели А сейчас поставили в двух метрах мусоросборники И приезжает еще машина 25 метров Тоже под окнами Прямо под окнами Собирает эти мусоросборники Ну, с нашего дома еще понятно А еще с соседнего дома Это Булю 40А И еще потом приезжает Машина, которая убирает картон И потом строительные материалы И все это у нас под окнами Потом бросают в течение дня Бросают жильцы эти мусор Прямо стук И живем под этими стуками И просыпаемся, и усыпаем У нас стоял отдельный еще сбор Круглые такие стекло Пластмасса Это убрали Убрали Там и подъезд есть И дорога большая И почему это все сделали И еще такой вопрос А когда будет еще сбор отдельный По этим Мы все время собирали И Мусор Этот стекло И так далее А сейчас в это все бросают Это такой грохот стоит Это же невозможно Спасибо Кому обратиться И что можно Вообще предпринять Что здесь нет разворотов большого Тогда с того дома Були 42 Это был тоже Гривос 21 корпус А у нас был 22 И почему мы должны терпеть За соседей Которые рядом От них Эти мусоросборники Стоят Где-то Ну я посчитала 35 шагов А здесь От нас 5 шагов Спасибо Спасибо Ну вот такой Вопрос Да Что возмущаются люди У кого-то Это результат того Как город Относится к мусорной проблеме Ведь на самом деле Все это Чехарда с конкурсами С попытками Заменить одного слоника На трех слоников И так далее Это все закончилось ничем Во-первых Не решаются проблемы Действительно Радиослушницы права Мусорную площадку Сейчас Исходя из нынешних условий Нужно создавать При каждом доме Потому что Каждый дом платит Сам за себя Поэтому нужно Все стаскивать К себе Под окна Потом начинается Возникать проблема Логистического прохода Если я живу В соседнем доме И иду к транспорту В сторону вашего дома То я обязательно Мусор понесу Не за свой дом А понесу Туда где мне удобнее Следующее Вот эта проблема Ползающих Многотонных монстров По внутриквартальным дорогам Шум Разрушение дорог Потому что На самом деле Эти машины Такого-то ножа Что Ну эти дороги Внутриквартальные Никогда не планировались Поэтому Это колоссальная проблема Но город у нас Решает каким образом Давайте создадим Конкуренцию Между вывозящими фирмами Путем распределения По зонам На самом деле Я считаю Что вообще Эта проблема Никогда не решится Пока вывоз мусора Не будет ответственности Полностью город Тогда будут созданы Централизованные Стоятель Площадки Для сбора мусора Тогда будут собираться Сборы За мусор С населения Централизованного Городом И тогда Можно будет решать Все эти вопросы На сегодняшний день Я не вижу Как их можно Вишнить Будет куча Площадок Более того Сейчас еще Наш славный Господин Пуц Вместе с городской Администрацией Яростно уничтожает Мусоропроводы Значит мы выкатываем Еще дополнительное Количество контейнеров На улице Они стояли В аккуратных Помещениях И аккуратный Хозяин Обслуживал эти Мусоропроводы Они не создавали Проблемы Теперь мы Выгоняем Эти мусорники На улицу Делаем их И создаем Проблемы И создаем Новую проблему Здесь я услышал Две проблемы В принципе Это полное Отсутствие Какое-то Либо Отсутствие Концепции Как это должно быть Ну В том числе В каких-то Кварталах Жилых домах Как это должно Сортироваться В каком Расстоянии От всех домов Раз уж мы делаем Там общую площадку Должно быть Ну где-то В ровных Расстояниях Не вот так Радиослушатель Говорила От ее окна 5 метров От других Там 35 метров Нет концепции Это одна Это одна проблема Вторая проблема Это подъездные дороги Я лично Звал С другой точки зрения Но это та же проблема В принципе Я звал Помочь нам Разобраться С подъездными дорогами В угод Ну то есть Инспекторов По пожарно Пожарно безопасности Пожарно безопасности Говорю Ребят Давайте сделаем Вот у нас есть концепция Я разрабатывал эту концепцию По восстановлению кварталов И как такая часть Всего этого Это конечно была территория Подъездные дороги И парковки И мы взяли Два квартала Позвали пожарников Чтобы вот Если не дай бог Что-то случается В этом квартале Вот Какой-то квартира Какая-то квартира Горит Мы взяли квартал В Пурцемсе И мы взяли квартал В Веймонте Там ну вот Реальная пожарная машина Чтобы она приехать Там Ну не дай бог Что-то загреться Она столько времени Потеряет Но вот Спасатель знает Где там Каждая секунда Ну она На вес Золот Сколько там Узкие дороги Как ставятся Машины Мы даже удивились У нас есть Нет Ну вот С того времени Есть фотофиксация Где Эти знаки Где ставить машины Их согласует Латвий Свал с целью Они согласовывают Стоянку Возле Девятиэтажного Дома Где По закону Сказано Что Если там Фасад Свыше Вот столько-то Тогда Эта часть Перед фасадом Должна быть Свободная Для подъезда Всех спасательных Служб Там стоит Официальный знак Согласованный Ставьте Здесь машины Еще метраж Указан Да Вот 30 метров Ну вот Эти две Такие глобальные Проблемы О которых Никто не думал Никто их Не пересматривал Как заезжать Как спасать Да Как сделать так Чтобы Мусорные Мусорные машины Подъезжали Там Где Они не мешают Не А Жителям Этого микрорайона Б Не Автоводителям Да Не Те Которые Там Живут На первых этажах Потому что Это громко Ну это Целый концепт Про что Нужно думать Здесь просто Бухты-барахты Запустили Одну Одну Монополию Потом Поняли Что Что-то Накосячили Что-то Быстро Нужно Нужно Думать Ну Сейчас Запустили Какой-то Другой Конкурс Вы о концепции Говорите Нужно Ответить Конкретному Клиенту Что ему Делать Когда Это Просто Это Был Главный Вопрос Мы как-то Ушли До Глубокой Концепции Здесь Очень Просто У вас Есть Ответственный За ваш Дом Нужно Просто Посмотреть С ним Месте План Вашего Дома И Вероятности Поставить Мусорные Контейнеры Где-то В другом Месте На Вашей Территории Если Это Невозможно Возможно Кооперация С другими Домами В других Углах Домов Вот В свое Время Если Я правильно Помню С Кооперативом Сергеем Мы Как Эдит Вопрос Даже Решали Мы Разделяли С вами Бодались И потом Разделяли И находили Какой-то Общий Консенсус Ну Как Правильно Поставить Эти Контейнеры Чтобы Не Кооперативы Мешали Не РНП Дома Мешали Чтобы Какая-то Синергия Происходила Потому Что Если Общее Место Там Опять Надо Надо Находить Вариант Как Делить Шита Это Все Возможно Просто Про это Нужно Думать И Решать И Общаться Между Собой Конкретные Жители Идет К своему Дом Прав Кто Ответственно Пускай Покажет План И Вместе Подумать Что Вот Есть Такая Проблем Что Шумно Неудобно И Где Поставить В другом Месте Просто Мусор Чтобы Это Не Мешало Жителям Боюсь Пойду В оппоненты Кайвар Боюсь Что Не Так Все Просто Решается Потому Что Мы Все Забываем Что Наши Кварталы Наши Районные Массовые Застройки Строились В советское Время Исходя Из того Что Было Все Общее Чтобы Была Общая Спроектирована Площадка На 5-8 Домов Сбора Мусора Она Была Удалена Ото Всех И так Далее Мы Это Все Путем Отделения Земли Порушили Сейчас Начали Разбегаться И Я Очень Боюсь Того Что Если Радиослушательница Обратится К управляющей Компании То Все Потуги Закончатся Тем Что Передвинуть Из-под Моих Окон Под окна Соседа Ну Это Решит Проблем По сути Дело Я хочу Сказать Это Действительно Не Просто И Вряд ли Решаем Так Вот Легко На раз Все Так В связи С тем Что Сейчас Земля Вся Поделена Должно Быть Какое-то Центральное Решение Вот Здесь Будут Стоять Контейнеры Для Всех Тогда Можно Будет Сделать Один Подъезд Машины Скажем К одному Крупному Относительно Крупному У меня Есть Предложение Я бы Честно Наверное Где-то Выносил Вообще Вне Ну Когда Ты Выезжаешь Из Тогда Где-то Извне Именно Вот Этого Жилого Комплекса Чтобы Подальше От Всего Это Как-то Мусор Поближе К улицам Чтобы Подъехать Можно Было Бы По-моему Это Просто Обычно Городская Земля Или Чья-то Земля Ну Можно Да Говориться По-моему Самое Простое Решение Да Не так Выгодно Нужно Будет Пройти Трик Шагов Но Реши О которых Должны Договариваться В принципе Я думаю Майо Клювидис Департамент Конечно Без Этого Не Обойдется Если Это Муниципальная Земля Потому Что Это Как раз Так Условия Города Которые Гласят В каком Расстоянии Где Должны Находиться Мусорные Контейнеры Да И они Своим Решением Могут Сказать А теперь Порядок Такой Выносим Из дни Квартала У нас Много Звонков Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Да Пожалуйста Продолжая Тема О мусорах С вывозом Мусора Стало Еще Хуже Поменяли Шила На Мыло Особенно Переполнены Стоят В субботу Воскресенье Где Хозяйничают Воронье И чайки Выбрасывая Этот мусор На площадку Контейнерную И очень печально Что стоят Эти мусорные Контейнеры У основных Магистральных Линиях Дороги Из фасада Дома И хотелось Бы уточнить Сколько раз Вывозится Этот мусор И нужно Вывозить мусор Особенно В пятницу Спасибо Да Получается Что вот Как раз И неэстетично Эти контейнеры Если стоят Вот Ну Всех на виду И Ну То что Чайки Растаскивают Ну Я бы сказал Так Что как бы Ты не Выкрутись Если к одному Дому Избушка Будет стоять Задом То к другому Передом Тут никуда Не денешься Должны быть Эти контейнерные Площадки Наверное Иметь Эстетический Вид И хотелось Бы иметь Какое-то Техническое Художественное Решение Дизайнерское Решение Как она Должна Выглядеть Чтобы соответствовать И нормам И удобству Работы Тех мусорщиков Которые Сегодня Есть И в том числе Они соответствовали Эстетике Сегодняшнего дня Это первое Второе Относительно Частоты Вывоза Обращайтесь В свою Управляющую Компанию Дело в том Что оплата Стоимость Вывоза Мусора В вашем Доме Зависит От того Насколько Часто Вывозятся Контейнеры Если Вы видите Что у вас Очевидный Завал Суббота Воскресенье Мусор Вывозится В том числе И по выходным Значит Ваша Естественно Да Естественно Почему Я еще раз Обращаю Внимание Больше Сортируйте Мусора Сегодня Сортированный Мусор Вывозится Пока Бесплатно Пользуйтесь Этим Потому что Отделить Картон Бумагу И металлические Упаковки От всего Остального Это не так Сложно Стекло Тоже Просто Буквально Про то Что у Идею Выносить Какое-то Конкретное Место И поближе К дороге Тоже Буквально Недавно В одном Один Новый Проект И там Видно Одно Дизайнерское Решение Есть Такое Как бы Место С крыши Для Мусоров И оно Везде В картале Одинаково И там Можно И сортировать И закрывать И можно Код Ставить По возможности Ну Это же Можно Просто Перенести На весь Город Этой День 67212 93.9 67213 93.9 У нас В студии Айвас Гонтарев И Эрвин Страуп Вот Бывшие Председатели Рига Снаму Парвал Некса Сергей Сидорко Здравствуйте Здравствуйте Значит У меня раньше Не было возможности Обратиться К господину Гонтареву Потому что Он работал В Латио Если я ошибаюсь А наш дом Как раз Управлялся Фирмой Латио Вот И значит Такая проблема Была Вот Я бодался Бодался И В результате Ничего Не добился Значит Крыша Плоская Петеринажный дом Там Сток Забивается Сливной Забивается Ветками Листьями Соседних домов Там Фит Стоит И вот Забивается И получается Когда ливень Вода Наполняет Крышу И получается Целый бассейн И вот Где-то Гибкая Кровля Захлестывается На Вытяжные Вот эти Тумбы Которые стоят Там Кирпичные Туда Туда Попадает Вода И Идет По перекрытию Идет В комнаты В комнатах Плесень Значит Даже Прорывались Вода Прорывалась И в комнаты По коридору Там Постоянно Она течет Когда Дождь Идет Когда ливень И даже Хлещет В коридор Через Шахты Для кабеля Телевизионного Какой адрес Напомните Пожалуйста В десятом В десятом В десятом году Какой адрес Вас прошу Нам сделали Новую кровлю В одиннадцатом Мы перешли В Латево И вот за пять лет Они угробили Наши перекрытия Вот пятого этажа Между крышей И коридором Куда бы я ни обращался Во-первых Суды было закрыто Только сидят Там две девочки Вот в офисе Да И Дебокус К управляющим Пробиться Эти управляющие Постоянно меняются Молодежь Там 20-25 лет По полгода По году Не могу вообще Их вообще Увидеть Даже физически Они где-то прячутся Если есть какие-то Двери То на дверях Нету Никаких Ну вообще Кошмар Это В квартирах Какой адрес Это был Это господин Гондарев Там А какой А какой Ваш адрес Я всех адресов Просто помню Дело в том Какой адрес Который Там нужно Делать Это раз Второй Во время Лати У меня Каждую пятницу Каждую пятницу Я принимал Жителей Всех домов При моем Приеме Заседали Все Руководители Департаментов И проблем Решались Сразу Сразу У нас Не было Такой системы Что что-то Записывали Долго Думали Сразу Мы раздавали Указания Такой дом Такая проблема Значит Делаем Такое Разучение Расследование Если это так Тогда сразу Делаем Все Вот Как это Делалось В частной Компании За столом Все сидели Заходил Клиент И мы решали Сразу Проблема Не отходя От вас Да 67212 93 67213 93 9 Телефон Если у вас Есть вопросы Звоните Ну а пока Вот мы затронули Мусорную проблему А если Говорить В общем Насколько Насколько Действительно Должно Домоуправление Заниматься Коммерческой Деятельностью И должно Ли оно Приносить Прибыль То есть Вообще Вот как бы Сама идея Во-первых Давайте Говорим так Так что Домоуправление Это Общество С ограниченной Ответственности Либо акционерное Общество И согласно Коммерческого Закона Так его С одной целью И Кстати И кооператив Теперь Тоже И согласно Коммерсанты И их цель Получение Прибыли Это вопрос Номер один То есть Мы не можем Существовать По другому Весь вопрос В размере Этой прибыли И куда Эта прибыль Уходит Но ни одно Предприятие Как бы мы ни говорили Оно не может развиваться Если оно не Готовит Себе специалистов Если оно Их не обучает И не повышает Их квалификацию Если оно Не поддерживает Скажем Инфраструктуру Программное Обеспечение Техническое Обеспечение На должном уровне И не внедряет Новые технологии На все Это Нужны Деньги Это Нужна Прибыль Это Первое Нельзя Использовать То есть Деньги Прибыль Можно использовать На развитие Самого Предприятия Второе Наверное Если это Частная Контора То Наверное Должны Быть удовлетворены В определенной Степени Интересы Акционеров Тут ты никуда Не денешься Такова суть Значит Если мы говорим О том Что это Социальное Предприятие Я в это Не верю Социальная Политика Есть социальная Политика Для социальной Политики У нас Существует Самоуправление Которое Может и Должно Помогать Ну Незащищенным Слоям Населения Если Сейчас Начинается Разговор О том Что мы Подключим РНП Клиентов К теплу То есть Я понимаю Так Что город Дает Гарантии Что вы Ребята Можете Не платить А мы Вас Подключим Кроме Тех Кто Проголосовал За уход Да Интересный Аспект Да Это было Очень Интересно Мы За то Чтобы Создавались Бедрибы И дома Дома Сами Обслуживали Предвыборные Компании Были Лозунги А здесь Мы Подключим Всех К Тех Кто Собрался И Проголосовал Ну Я Тогда Уже Усугублю Вопрос Если Можно Я скажу Так Что Вообще То В принципе РНП Это Искусственное Образование Возложена Обязанность Которая Была Возможена Законом О Пиратизации Жилого Фонда На тот Период Заботиться За организовывать Самоуправление Обслуживание Домов Пока Собственники Квартир Переимут Это Имущество Это Раз И Второе На минуточку Тогда Посмотрим По закону Собственники Должны Были В 95 Году Когда Было Запущено В течение Полугода Перенять То Существование Самого РНП Это Явчайшим Примером Как Наше Государство Стимулирует Население Не Выполнять Закон Вообще Не Выполнять Тебе Сказали Ты должен Перенять Здание А я Не буду Перенять А вы Заботьтесь О моем Имуществе Отсюда Невозможно Никакого Эффективного Управления Не может Быть Эффективного Сохранения Домов Потому Что Постоянно Будет Биться Политики Они До этого Бились Лбом И вопросом Нужно ли Сохранять Дом Нам В конце Концов Государство Нужно Понять Что У нас Приведите Сохранение Жилого Фонда Плюс Справедливая Социальная Политика Или Реализация Социальной Политики За счет Того Что Мы Уничтожаем Жилой Фонд Другого Варианта Нет Жилой Фонд Для того Чтобы Сохранить Требуется Ему Необходимо Финансирование Это Раз Финансировать Может Чтобы Обеспечить Более Менее Качественное Обслуживание То же Самое Что Говорил Радиослушатель Там Непрочищенные Ветки Какова Платежная Дисциплина В этом Доме А можно Ли вообще На отпущенные Деньги Обеспечить Регулярную Прочистку Этого Содержание Этого Дома Никто Не задается Этим Вопросом Виноват Дому Прав И Каждый Житель Должен Понимать В тот Момент Когда Закончится Эксплуатационный Перевод Его Дома Но не Теоретический Не строительный А реальный Эксплуатационный Период Построить Новый Дом Будет Гораздо Дороже И За один Платеж Чем Сейчас Постепенно Вкладывать Деньги В качественное Обслуживание Своего Дома Мы Попросим Вас Надеть Наушники Есть Звонок Здравствуйте Доброе Утро Да Здравствуйте Меня зовут Владимир Я насчет РНП Это Полнейшая Глупость Его Приватизировать Пришла Какой-то Аудит Они Конечно Что-то Выявят Но Они Выявят Для Как Свои Ну Сами Специалисты Да Это Может Ни В коем Случай Не Помочь Самому Процессу И Если Раздробят РНП На частных Предпринимателей Которые Приватизируют Так У них Возможностей Меньше Будет Лучше Когда глобальная Ну Возможности В чем Возможности Обслуживания У них И территория Есть И вышки И мастерские И оборудование И Специалисты А придет Вот маленький Хозяин Вот вы Например Маленький Хозяин Придете Возьмете Какой-то Участок У вас У вас Ни Мастерских Нет Ни Транспорта Ни Вышек Ни Инструментов Это все Надо Закупать Но Закупать За счет Кого За счет Людей А РНП Закупает За свой Счет Скажите Пожалуйста Нет У них Уже Все Есть Готово Откуда Откуда У них Есть У них С неба Упало Им Дед Мороз Подавил На Новый Год Или Санта Клаус Они Что Вчера Начали Работать А Какая Разница Вы Понимаете Любой Инструмент Изнашивается Любая Техника Тоже Приходит В негодность А За счет Чего Они Восстанавливают За счет Кого-то Какого-то Дяди Или Восстановить Чуть-чуть Маленький Ремонт Всегда Лучше Чем Менять Полностью Оборудование Понимаете Неужели Непонятно Я могу Сказать Ребенку Понятно Сразу Могу Сказать Что вопрос Идет Не о том Что приватизировать Или не Приватизировать РНП РНП Как бизнес Структура Если она Способна Доказать Свою Эффективность И свое Качество Обслуживания Должна Существовать Но Без Дотации Политической Без Или самоуправления Что на сегодня По моему По тем Периодически Всплывающим Экономическим Данам РНП Если сейчас Убрать Политическую Подпорку Оно может Просто-напросто Финансово Но это Политическая Подпорка Финансовые Вещи Город Не доплачивает То что я В прошлый раз Говорил Что город Даже Не до конца Доплачивает То что он Должен платить За свое Имущество Не Ну понимаете Он сегодня Существует Потому что Вот сейчас Я понимаю Никто никаких денег Кладывать не будет Вегастил Скажет Подключи Когда-нибудь Заплатят Ну буквально Будет решение Они заплатят Они заплатят В тот момент Когда РНП Еще там Два с половиной Или три миллиона Сколько он там Сейчас заплатит Два кума шесть Да Ну там всегда вопрос Я очень Удивился В тот момент Когда Новый председатель Правления Кстати Айвар Гонтарев Не последний Избранный Уже Уже Последний Уже Выбран Да Теперь Уже Уже Председатель Правления Господин Неймонис Выбранный Он Первым Интервью Я всегда Смеюсь Открыл Уже Первую Эту Аплокс И Валил Все На Бывшие Председатель Давай Расскажем Этот анекдот Наверное Радиослушатели Не знают Это Классический Анекдот Руководителей Это Классический Анекдот Руководителей Когда Если Переадресацию Делать На Обслуживающую Компанию Это Когда Приходит Новый Руководитель Он Все-таки Встречается Со Старым Руководителем И Беседует Как Предприятие И Старый Руководитель Говорит Вот Я В этом Сейфе Положил Тебе Три Письма Что С ними Делать Ну Вот Когда У тебя Будут Первые Проблемы Открывай Ну И Так Постепенно Пока Откроешь Третье Письмо Приходят Первые Проблемы Приходит Зима Что Делать Нет Приходит Осень Что Делать Как Подключить Депут Никто Не Понимает Никто Не Понимает Открывает Первое Письмо И Там Написано Вали Все На Меня Ну Вот То Что Сейчас Происходит То Что Я Слышал На Последнем Интервью В Радио С Радио Там Так И Было Что Прошлое Правление Ничего Не Делало Чтобы Получить Обратные Долги Но Это Неправда На Данном Этапе Судебных Исполнителей Находится Около Тридцати Миллионов Евро Такой Портфель Насчет Этих Должников Ну Ладно Проходит Время Приходит Зима Плохая Погода Вот Человек Понимает Что Крыша Протекает Эти самые Дороги Не Чищены Что Делать Открывает Второе Письмо На Втором Письме Написано Вали Все На Начиная Отговариваться Что Из-за Лайка Ну И Проходит Еще Какое-то Время Приходит Весна Нужно Делать Строительные Работы Денег Нет Работы Не Происходят Конкурсы Не Проводятся Открывают Третье Письмо Что Там Написано Напишите Следующие Три Письма Следующему Руководителю То Что Я Со Своей Стороной Могу Пожелать Новому Управлению РНП Это То Чтобы Они Продержались Дольше Следующей Весны И Все Таки Мы Работали Во благо Клиентов Первое Письмо Уже Открыли Не Франализировав Ситуацию Есть Реация Этого Анекдота Где Второе Письмо Надо Все Перестроить Я боюсь Что Будет Второй Сценарий Не Ругаться На Погоду А Надо Все Перестроить На Это Можно Выжить Отвечая Радиослушатели Я хочу Сказать Ведь Вопрос Не В том Поэтому Город Так Или Иначе Управляет Вами Принудительно И Вынужден Управлять Принудительно Потому Что Вы Выпали Из Правового Законодательства Регулирующего Законами Квартирной Собственности И Вы Не Ушли От Закона Приватизации Вы Не До Конца Приватизированы Второй Вопрос В том Что Сейчас Вам Надо Первое Перенять Управление Домом На Себя Взять На Себя Ответственность За Состояние Дома И После Этого Решать А с Кем Вы С РНП Да Ради Бога Когда Сейчас Вы Находитесь В условиях Принудительного Управления Вы Должны Стать Клиентами РНП Сейчас РНП К Вам Относится В значительной Степени Именно Потому Что Вы Принудительно Управляемые Вы Не Клиенты На самом деле Вы Клиенты Должны Договариваться С РНП А В Нормальных Условиях Между Клиентом И Компанией Компания Должна Договариваться С Клиентом Как Она Будет Обслуживать Знаете В чем Проблема Я Так Почитал Тоже Какие-то Комментарии Насчет Наших Что Мы Превыше Передачах Предлагали Как Поменять Чтобы Долги Были Взысковыми Даже На То Народ Как Реагирует Ну Как Негативно Негативно Из-за Того Что Вот Дом Прав Сейчас Будет Взысковать Деньги Ну Как-то Совсем Другой Точек Зрения Но Потом Я Понял Суть Им Нравится В РНП Что Есть Некая Первая Персона В Городе Мэр Кому Можно Пожаловаться На РНП Которая Своим Каким-то Решением Или Действием Может Повлиять На Организация Это Могла Быть Например Под Ассоциацией Но Она Должна Быть Узаконена Что Ее Решение Как Закон Как Судебный Решение Чтобы Люди Легко И Просто Могли Решить Какие-то Бытовые Проблемы РНП Или Другая Организация Но Они Шли Не К Мэру И Потому Что Держались РНП А Про Любую Организацию Я Это Как-то Помочь С этим Идея Была Создать Омбуд Это Как Ну Судебную Систему Такого Быстрого Решения Что Не Уступают И Клиенты К ним Приходят И Управляющие Компании И Соответственно Решают Таким Быстрым Образом Им Объясняют Что-то Помогают Советуют И Это То Что Айвар Говорит Ее Решения Должны Были Быть Узаконены Таким Образом Возможно Возможно Там Нужно Понять Какая-то Категория Вещей Которые Он Мог Рассматривать Какие-то Глубинные Вопросы Это Все Осталось В Решении Суда Но Что-то Нужно Куда Люди Могли Обратиться Насчет Любой Управляющей Компании И Тогда Я Думаю Как-то Это Пуповина Между РМП И Мэром Она Естественно Ушла Что У них Была Какая-то Независимая Инстанция Куда Пойти Спросить Почему Эти Потери Воды Вот Такие По-моему Они Мне Врут И Тогда Был 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 Закон Который Гласит В течение 10 Дней Например РНП Или Другая Компания Вдет По какой-то Форме Всю Информацию И Говорят Знаете Не Врут Или Врут Настолько То Будьте Добры Можете Обращаться В суд Нет Будьте Добры И Справьте Если Они Не Исправляют Есть Какой-то Адмиссивный Штраф Им Что Им Нужно Что Как Они Могут Воздействовать На Эту Управляющую Компанию Элементарно Потом Какие-то Глубинные Вопросы Через Суд Какие-то Маленькие Вопросы Ежедневные Они Могли Решать Этот Омбуд Я Был Не Надо Высценить Вопросы Основная Масса С чем Сталкиваемся В практике Это то Что Есть Очень Большая Группа Жалоб И Вопросов Относительно Применения Методик Расчета Относительно Распределения Счета И Это Отношение Внутри Дома Управления Собственника Квартиры К сожалению У нас ПТАЦ Сказал Что Мы Собственники Квартиры Не Клиенты Почему Во всех Случа Я понимаю Что Скорее Всего Да ПТАЦ Одним Политическим Решением ПТАЦ Сказали Вот Вам Нужно Разбираться С этими Делами Пожалуйста Разбирайтесь То есть ПТАЦ Наверное Не Может Разбираться Там Где Копья Заключила Договор С внешним Поставщиком Но В отношениях Между Домоуправлением Внутри Домоуправления Вполне ПТАЦ Смогло Бы Но Видимо Вопрос Слишком Трудоемкий Не надо Но Вообще Теоретически Может ли Наступить Тот Момент Когда Будут Приватизированы Действительно Все Жилье Вот Если У нас Минутка Остается Теоретически Нет Потому что Останется Муниципальное Жилье То есть Какое-то Жилье Останется Но По сути дела Законченная Приватизация Должна Быть И Я Последнее Что скажу Эстонцы Ее Закончили Очень Сильно Они В 2019 Году Наступление Закон О том Что Вопрос Приватизации Закорит Все Квартиры Приватные Таким Образом Здесь Только Законодательное Я Тебе Скажу Что Я Два Года Обратно Подал Заявку В Сейн О том Что В Переходных Условиях Приватизации Было бы Сказано Через Два Года Все Дома Считается Переданы И они Переданы Жильцам Через Управляющие Компании Которые Их Сейчас Обслуживают Можно ли Здесь Провести Параллель С Негражданами Как Подразумевалось Что Все люди Пройдут Кто Не Получил Гражданство Автоматически Вроде Подразумевалось Что Они Пройдут Процесс Натурализации И станут Гражданами Но Тем Не менее Вопрос Могу Сказать Чисто Политический Невыгодно Чтобы Все Становились Гражданами С Определенным Силом И Невыгодно Сегодня Тем же Политикам Которые Приходят Класс Они Быстро Понимают Что Домоуправление Это Такое Мощное Домоуправление Это Ресурсы Которые Политически Можно Использовать Пока Политикам Будут Заинтересованы В этом Вопрос Они Не будут Стремиться К приватизации Это На завершении Процесса То есть Этот Процесс Выгоден Гораздо Давайте Посмотрим С другой стороны Недалеко Конец Года И там По закону Просто Есть Законательство По конкуренции Которое Просто Им заставит Поставить На Стол Этот вопрос И в законе Ясно Сказано Вот И нам Будет Очень интересно Наблюдать За решением Какое решение Не принято Потому что Это По закону Не Стратегическая Какая-то Для Защиты Отрасль Где Там Есть Конкуренция То есть По всем Пунктам Закона Она Не подходит Под ту Компанию Которая Вообще Самоприня Вправе Потому что Социальным Жильем Городе Рига Управляет Рига Спил Собу Нэкционер Нэрн Так что Здесь Ну Политическая Риторика Политическая Риторика Она Какова Просто Политики Почувствовали Что это Такой Негативный Оттенок Сразу У жителей Они Сразу Как Политика Приведется Не будет Приведется Не будет Но Подумайте Два Три Шага Вперед У вас Есть Законодательство Которые Вы Сами Приняли Как Законодатель Где Сказано Какие Компании Могут Находиться Или Не Могут Находиться И Как Часто Нужно Проводить Аудит Взвешивая Эти Функции Сомправления Так что Мы Очень Ждем Конкретные Действия И ответ В этой Ситуации Ну что же Мы на этой Ноте Должны Будем Закончить Программу Я напомню Что Сегодня В нашей Студии Были Айврос Гонтарев И Эрвин Страупа Бывшие Председатели Правления Рига Снаму Паролдникс А также Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко Спасибо Большое И До новых Встреч До свидания До свидания